Парни, кончайте эти сопли! Вас ждёт вторая серия! И снова здравствуйте, всем привет! Итак, давайте продолжать, значит, компоновать вот эту вот начальную сцену. Это будет сцена 2 уже по сценарию, где у него происходит, у нашего главного героя происходит встреча, значит, с гражданином, который будет ехать на бричке, которую я показывал в прошлых, значит, роликах, да? Как её настроить, как там всё сделать. И нам нужно сначала поработать с этой бричкой, потому что у меня там были изменения, и сейчас, наверное, файл не полностью компонован. Давайте откроем его. Так. Находим, где у нас находится тут вот это вот всё дело. Так, 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 вестерн. Вот, блин, надо как-то в отдельную папку, чтобы это вот этого ничего не было. Ну, на флешке вот это есть, только если всё остальное кинуть в одну папку, и чтобы осталось две папки оставить. Одна с вестерном, другая с разными вот этими моделями. Ну, тоже будет неудобно потом. Хотя так будет удобнее находить хотя бы папку. Надо об этом будет тоже подумать. Так, теперь нам нужны кони. Так, где у нас находятся кони? КЛМН и КЛМН. ОПРСТ. Так, КЛМН. Новый конь. Находим индийский конь, и индийский конь тянет бричку. Два файла каких-то. Так, сейчас посмотрим. Так, здесь у меня, значит, отсутствует текстура. Видите, если я это всё дело залинкую, то текстуры, в принципе, можно в линкованной сцене восстановить, но после того, когда я буду постоянно открывать этот файл, мне постоянно нужно будет возвращать эти текстуры. Поэтому делаем сначала всё вот в этой сцене, а потом уже разберёмся. Так, здесь у меня просто лошадь идёт. Этот пока отставим, и значит, Open, табличка вот эта. Здесь по пути у меня должна быть вот эта штука. Она у меня тоже отказывалась. Значит, я её когда сохранил, и пытался открыть, она у меня не сразу открылась, показывала ошибку какую-то. Я потом понял, что вот эта вот камера нельзя сохранять, значит, файл, когда у вас, значит, через ноль. Так, где тут ноль? Ctrl-Z, вот она у меня, значит, камера. И через ноль, когда она включена, вот так, нельзя сохранять файл, потом, получается, какие-то сбои, то ли он включиться не может, ну, короче, вот такая штука. Так, камеру надо удалять полностью. Те файлы, которые у нас будут участвовать, значит, в анимации, они должны быть без света и без камеры. Ну, многие это уже знают, наверное. Так, 400 кадров, в принципе, мне хватает. Так, смотрим, 400 кадров, куда доходит наш конь. Он должен идти медленно, и поэтому, так, проверяем. Если я сейчас ещё дальше веду, всё, у лошади закончились анимации, у лошади анимации только на 400 кадров, да? Так, включим таймлайн. Здесь уже не будет, значит, кадров. Вот тоже, как это дело вернуть? Почему, когда привязывается, значит, рик, значит, к кривой или к путю, то не видно вот эти, значит, раскадровки. Так, 400, да? Ну, давайте поставим 600. Смотрим дальше. Всё. На 600 уже кадров нет. Почему? Потому что здесь нужно теперь их, опять же, удлинять. Находим, и, значит, находим вот этот, ну, как он называется, нонлайн анимейшн, и, значит, здесь уже не изменяя вот это, 380, прибавляем просто вот эти анимации. Так, смотрим. Тин-тин-тин-тин-тин. И мне кажется, что она всё-таки быстровато идёт. Вот, давайте теперь найдём, где у неё находится этот... Так, а кто у меня залинкован? Вот, опять же, забыл, кто залинкован. А вот, лошадь, это родная. Молодцы. Так, держать. Так. Где у нас тут путь? Вот он у нас путь. Находим таймлайн. Здесь 550, я поставлю 800. Вот, лошадь как-то идёт, но... Что-то мне не так очень нравится, да? Ну-ка, уменьшим вот эту раскадровку и прибавим, значит, плейбак вот этот. Так, смотрим. Ну, во, более она, естественно, идёт вот так, да? Чуть-чуть прихрамывает, где-то проскальзывает. Ничего, нормально. Поставим тогда здесь 900. Во! Более уже получше. А ну-ка. Мне надо, чтобы она именно шла медленно. Во, нормально. Всё. С этим делом... Так, запоминаем, что в патч анимейшн больше должны показатели стоять, чем, допустим, вы стоите вот в этом нонлайн анимейшн. Почему? Потому что, значит, это как бы растягивает, а это как бы ускоряет. И получается здесь, если мы поставим 600 тут и 600 тут, она будет очень быстро идти, и все... Я задавался вопросом, и знакомый у меня тоже не мог это дело, значит, настроить, чтобы хотя бы этот... Ну, как... Персонаж шёл очень медленно. Вот за счёт вот этого можно это дело достигать. Здесь и 1000, и 2000 можно поставить в зависимости от анимации и от вашей ситуации. Так, что ещё? Возвращаем все текстуры. Файл. Fint Messing. Находим. Так. Ай-яй-яй. Это под... Подождите, подождите. Так. Анимация. Так, и придётся, наверное, в шейдерных это всё дело настраивать самому, да? Так, вот. Вот она, наша брычка. Так, это кто у нас? Вот надо тоже переписать на русский. Вот, это брычка будет, значит, да? Так, сейчас попробуем что-нибудь заменить и посмотрим, что у нас получится. Так. Так, так, так. Индийский конь. И смотрим. Значит так. Это кто? Так, это не оно. А ну-ка. Так, а ну, возможно, не они. А ну-ка, вот это. Слишком светлое. Вот это. Так, выбираем теперь. Это у нас, значит, брычка. Энтер. Так, переписали. Теперь это у нас телель ту-ту-ту. А ну-ка. Так, находим. Где она? В каком-то файле я это дело все переписывал. Не помню. Вот. Это значит у нас металл. По-моему, в файле, который я закинул для скачивания, я вот это уже изменял. Так, теперь что у нас получается? 20-23. Так, вроде бы, что-то такое прицепилось, да? Это фара, по-моему. Брычка. А вот эти-то кто? А это какие-нибудь гайки, наверное. А ну-ка. Ну-ка, это, наверное, гайки. А вот это... Ну, в принципе, что? Неплохо подключилось. Сено есть. Так, теперь нам понадобится вернуть нашего персонажа, если он еще остался. Так, а как же он называется, этот персонаж? Вот, все с головы вылетает, когда столько много надписей. Так, вот это можно тогда опустить. Сразу это пока сохраним. Перепишем. И теперь... Link. Непонятно, кто это был. Фу... Так, а ну-ка нам под коллекция. Так, непонятно. Лошадь вроде бы с коллекцией. А, нет. Это в коллекции должен быть гражданин. Тогда это delete. Файл import. Так, линкуем. Так, линкуем. Это будет... Так, это я буду. Вот этого персонажа я сделал, значит, себя. Сейчас покажу его. Ну, там, конечно, не то, что я прям точно похож. Ну, в принципе, уловил, наверное, что-то эдакое. Так, вот опять же, в глазах расплывается, где это все так. И, значит, это где-то в конце должно быть. А ну-ка. Так, шляпа, колбойки, лего. Так, это не здесь. Это в следующей папке. Все для дикого запада. И опускаемся вниз. Вот он, так. Так, вот печальная история, что он у меня был сделан. Но я его не могу найти. Так, а ну-ка, а если в папке с индейцами, с индейским конем? Возможно, он тут будет. Так, индийский конь. Тянет бричку, тянет бричку. Индийский на привязи. Ну, видите, придется, наверное, переделывать, значит, нашего персонажа этого. Потому что я вот сейчас уже не помню, где он. Куда-то он вылетел, в какой-то папке он находится. Что за папка? Что я в тот момент еще делал, тоже я сейчас не вспомню. Вот эти моменты тоже будут всплывать у вас периодически, потому что вроде бы вы делали что-то, а вроде бы где этого искать, да? Так, о, а если васли? Не, васлей нету. Ну ладно, приступаем опять вот к этим крутилкам. Это очень шиздец как надоедает, если вот так постоянно делать. Это не самый лучший момент для воспоминаний, да? Так, а так я его не открою. Значит, не нужно файл. Вот смотрите, что теперь придется сделать. Нам придется open don't save найти опять же вот этого персонажа, который должен сидеть на этой бричке. Конечно, желательно не его, он вроде бы как в банду записан, да? Ну, тогда в банду мы другого ушлепка сделаем, а этот тогда будет порядочный гражданин. Так. Так, 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 так. Все для вестерна, и значит, все для дикого запада. И вот теперь нужно запомнить, что это будет один файл, да? Так, этого персонажа, значит, delete, единица на нампаде, добавим в файл findmessing. Значит, ему вот эти вот текстуры, и delete, бороду я удалю, и значит, волос у него отдельный, да? Так, а волосу мы сделаем материал. Так, будет черный. Или какой-нибудь рыжеватый можно сделать. Так, а ну-ка. Черных у нас на диком западе уже много, пускай будет какой-нибудь вот такой, как его борода, да? Только где этот цвет найти? Вот он. Во. Нормально. Так, теперь нам нужно все это дело сохранить. Save As. Это будет другой файл. Значит, так, я для полоски. для полоски. Так, и сюда теперь файл линкуем временно, не на постоянку. Сюда индийский конь и тянет вот эту колесницу. Так. И вот вы видите, что конь-то у нас значит мелкий. Ставим на первый кадр. А вот у нас персонаж большой. И получается, что мне лучше линкованный файл увеличить, потому что потом я его буду линковать и там будет без разницы. Значит, тоже можно вот так все уменьшать, увеличивать. А если этого персонажа уменьшу, то будет после, значит, неинтересные события. Так, и значит, вот это подставим сюда, подгадаем нашего персонажа, опять же, чтобы он нормально был по лошади. Так, S. Думаю, где-то вот так он к лошади должен быть. И ставим вот это вот седло на середину. Почему? Потому что у нас персонаж. Сейчас мы заходим в postmod, и по по прошлому ролику берегам тут сделаем его анимацию к нашей лошади, да? Угу. Так, английская А. Выбираем. У него анимация походки, мы ее ликвидируем. Всю, причем. Так, теперь ставим на первый кадр, Выбираем нашего персонажа, мы его посадим, как в прошлый раз, выберем ему ноги. Так, это какая нога? Дальняя, да? Так, ну, дальнюю мы, как говорится, готовы всегда подставить нормальненько. Так, вот. он, по-моему, сидел, у него вот эта вот петля была на ноге. Так, эта нога будет где-то тут. Так, ну, потом подкорректируем, да? Так, теперь R. Угу. так, эта рука будет у него лежать на колене. Так, ключица будет приподнята немножко. Так, кисть руки R будет перекручена в эту сторону и придерживать, значит, нашу поводья вот эти. Оп. Так, ну, рука не должна западать. Ну, как бы так бы, да? А эта рука будет держать вот эту поводью. может, даже и хорошо, что он где-то пропал, этот персонаж, может, сейчас что-то иное получится, получше. И вот хорошо бы потом еще, значит, что сделать. Так, здесь видите, что что-то запало, это, значит, у лошади. Это можем потом в основной анимации подправить. Так что на это пока не обращаем внимания. нам нужно более такую понтовитую позу ему выбрать. Так, это значит здесь у нас будет ключица опущена. Так, эта нога R G где-то там ее видно не будет. Пусть она вот вот таким образом пусть стоит. Ничего, да? Нормальные сапоги у него прикольные получились. Так, ну, места ему, конечно, маловасто, но ладно. Так, и он едет такой, вот, видите, что он не сидит полностью, значит, на сидушке, это не есть гуд. Потом, значит, может, он бухнул чуть-чуть, ну, в смысле, да? Так, вот, это голова, да? Ага, на шапке у него нет кости. Да, я не ставил, но это поправим, не вопрос. Так, да? Ну, в принципе, так вот хорошо сдалека будет смотреться. Так, ну, только что ему нужно сделать, это, а, у него еще костей нету народ, да? Ай-яй-яй-яй, печально, я его не делал, значит, для событий, я его делал больше для массовки, поэтому, как бы, не стал видно ему пока вставлять эти кости. Ну, ничего, за шапкой не видно, он пока доедет, а там уже мы с ним разберемся. Так, вот так вот. А, и прописка. И, значит, что делаем? Так, на этом кадре мы, значит, ему приподнимаем срандель. Да, вот так вот не есть гуд прописывать. Так, 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 да? Значит, смотрите, что делаем. Вот эту лошадь мы с путем удаляем. Файл линкуем, другой файл тоже запоминаем, если кому-то интересно, что анимация с путем не делается, значит, анимация на месте. Так, находим, опять же, кого мы находим? Индийский конь, бричка, и это без текстуры сейчас будет, мы ее так сделаем. Так, вот, тройка на нампаде, выбираем, значит, бричку, делаем S, опять же, подгадаемся как бы по размеру. Так, отключу пока текстуры, так будет легче моему ноуту. Вот, нога попала, все попало, и теперь просто пропишем, выберем нашего персонажа, зайдем в постмод и пишем, вот он идет, 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 идет. О, так, это значит, оп, перекручиваем его, значит, что? Тут вот вопрос, у него таз должен крутиться, или, как говорится, что, да? Так, а ну-ка, R, A, I, дальше, идем, 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 и, значит, на 40-ком у нас персонаж должен откинуться в эту сторону, ну, как бы иначе, что, таз уходит, а он как бы держит равновесие, A, и тоже прописка, вот у него, видите, уже болтыхание, так, поближе поставлю вам, вот у него уже болтыхание добавились, вот, так, и теперь проверяем, если ставим 100, фу, 40 кадров, у нас получается дергание, видите, получается у нас 40-ой кадр, это должен быть первый, Shift-D, мы его подставляем на первый кадр, смотрим, что получится, так, теперь, перед тем, как он уходит в бок, может быть, он даже на 10-ом кадре немножко, давайте, наклониться еще, да, там, ну, допустим, R, вот сюда, как бы, А и прописка, а здесь, короче, получается, что он, о, уже динамичнее, видите, а здесь, раз он туда наклоняется, то он должен наклониться как бы в эту сторону, А и прописка, так, ну, вот тело двигается, но у него же не двигается нога, и получается, что у нас на, значит, 10-ом напрягается нога или уходит колено, да, раз уходит колено, уходит и рука, вот так вот, а, и прописка, так, смотрим динамику, видите, уже с коленом, уже зашибись, этот персонаж работает, так, ну, вот у нас, видите, рука теперь стоит, это получается, левая рука, у него стоит зафиксирована, на 20-ом кадре она уходит сюда, и как бы тянет за собой немножко лямку, да, вот эту поводью, так раз, поводью, потом подправим, и заодно можно включиться, значит, он чуть-чуть ее приподнимает, напряг же идет, а, и прописка, вот, заработала рука, на 10-ом, так, здесь она мягко уходит, нужно на первом кадре тоже поменять движение, это значит, R, передвигаем, А, и прописка, Shift, D, первый кадр, прописываем на последний, так, и получается, раз в эту сторону идет, рука напрягается, потом здесь получается, рука держит равновесие, хочет закрепиться, и тогда колено получается, можно даже вот ступню чуть-чуть крутануть, оп, вперед так двинуть, допустим, раз, так, ну у нас есть еще вот одно колено, да, которого нужно найти вот этот, видите, колесико где-то его вот сюда, вот она забилась, нифига себе, и получается у нас уходит колено на 10-ом, значит, это колено тоже раз уходит сюда, и прописка, так, это колено уходит, тут помягче пусть она работает, и значит здесь чуть-чуть, значит, еще шелыхание создадим просто, да, мягкое шелыхание колена, так, ну как-то так-то, да, так, ну на коня мы его посадим потом правильно значит, дэн, все, тут ноги правильно, это чуть дальше его подвинем, видите, он у меня чуть тут запал, ну, в принципе, анимация нормальная, так, так, вот по колену, вот по колену, да, вот по этому, так, что можно придумать, давайте удалим все вот эти анимации, о, Ctrl-Z, так, колено, вот оно, оп, удалим вот эти две анимации, и значит, на первом кадре колено у нас будет стоять нормально, вот сюда, и Shift-D мы его передвинем тоже на конечный кадр, а двадцатый, раз у нас сорок кадров, двадцатый, значит, создадим легкое покачивание, так, куда он будет там, ну, допустим, так, а ну-ка, вот так вот, да, и пропишем, нормально, так, вот он, косяк, сейчас мы этот косяк нейтрализуем, так, на каком кадре рука западает, вот на этом, да, надо дописать, и прописка, так, тогда вот на этом создадим движение, один кадр удалим, который прописался не так, и, значит, здесь у нас тоже переписывается кадр, и последний Shift D на первый, ну, в принципе, где-то так я себя на брычке чувствовал, особенно по колдоебинам, еще не так будешь мотыляться, так, теперь все, этот файл мы оставляем, в каком варианте, удаляем нашу лошадь, delete, тройка на нампаде, вот этот файл сохраняем, файл save аз, это я на дикий запад, так, для повозки, вот мы его перезаписываем, главное, опять же, повторюсь, не сбиться в сохранениях, чтобы не получилось так, что вы перепишите файл, который уже готов, допустим, полностью закончен, это будет шиздец, какая трагедия, возможно, вы его потом переделаете, он еще лучше будет, чем первоначальный, или будет хуже, так, теперь, все это дело сохранено, возвращаемся, куда, возвращаемся на нашего, вот этого рекорд, тянет бричку, третий, так, вот он идет по пути, все тут настроено, так, возвращаемся на первый кадр, и файл линк, линкуем сюда нашего персонажа, это я, для полоски, и опять же коллекция, и опять же коллекция, так, тройка на лампаде, и смотрите, теперь, выбираем нашего, вот этого персонажа, выбираем мов, и на первом кадре, именно вот на первом кадре, нужно его посадить в нашу бричку, так, аккуратненько его подсаживаем, так, вроде бы попал все, так, теперь, нам нужно его тоже привязать к пути, выбираем вот этого персонажа, выбираем наш путь, и делаем Ctrl-P, нет, не Ctrl-P, забыл сейчас, ну, Ctrl-Shift, не Ctrl-P, не Ctrl-P, блин, патч анимейшн, где этот, патч коллекция, и так, значит, наш персонаж есть, делаем Ctrl-P, патч Constraining, и, значит, вот тут, теперь, возможно, вылезет какая-то кака, Y, Z, анимируем путь, и получается, видите, он едет, все нормально, все зашибись, но едет не так, как нам надо, значит, так, семерка на нампаде, мы этого персонажа, R, перекрутим, и, значит, подведем назад к нашей лошади, так, опять же, смотрим внимательно, отключаем видимость, видите, запал персонаж, так, вот так вот, да, и тестим, все, персонаж пошел, все хорошо, все он виляет, все нормально, текстурки подключены, отключаем, удаляем все ненужное, свет, повторюсь, там, камеру, пусть они участвовать не будут, именно, в основной сцене, в основной сцене, будет своя камера, и свой свет настроен, так, теперь, значит, файл, мы это дело сохраняем, сохраняю я вот этот файл, опять же, файл к лошади, чтобы потом там это все дело искать, вот, а вот этот файл, где он сидит уже вот на этой коломаге, он сохранен у него, и получается, смотрите, что бы вы ни делали, у вас при линковке, получается, три файла, основной, где анимация, допустим, рабочая, и второстепенная, которая в эту анимацию, допустим, вкинута, вот это уже два файла, вот, и третий файл будет, сейчас вот у него будем закидывать, файл open, открываем, теперь, где у нас тут, значит, герои, это сцена третья, да, открываем сцену третью, ждем, пока все подгрузится, есть еще, какие неудобства, что я работаю жесткого диска, USB-шного, да, у меня на компьютере ничего нет, только на USB-шном диске, и получается, что он, пока это, чуть-чуть все найдет, у него бывает, первоначально, вот эта загрузка, очень, немножко, долговатая, так, 600 кадров, что мы делаем, нам понадобится, первое, что это, ноль, это нам понадобится, камера, так, так, нужно найти камеру, камера найдется, только, когда я включу, вот эту штуку, забыл, бывает, вылетает, так, камера у нас есть, и смотрите, камера у нас прописана, под третью сцену, мы это дело удаляем, оставляем только первый, первый кадр, где она находится, вот в таком положении, сейчас мы отсюда будем плясать, так, теперь, смотрите, что еще, какая фишка, я могу продлить, вот этому персонажу, путь, аж мама не горюй куда, смотрите, как он будет идти, вот, куда бы я его, не повел, допустим, 2000, он может оказаться, вот, за, вот этим бугром, вот с этого бугра, мне бы и начать, да, но я начну, вот с этого, вот с этой части, вот с этой, и тогда, ноль на нампаде, здесь я сейчас, shift F, так, shift F, а ну-ка, R, не крутится, да, как же мне камеру, отдельно перекрутить, наверное, да, вот, и когда он, значит, будет кадр, где он проехал, ну, сейчас подгадаемся, словом, так, это запоминаем, 1390 кадр, но, у нас, какая хрень, что у нас, вот этот вот персонаж, здесь ходить уже не будет, видите, он тут только будет, вот так вот, передвигаться, просто у нас стоит на 600, поэтому, как бы, нам облегчить этот момент, потому, что у нас трасса сделана именно по карте, ну, не важно, сейчас давайте, так, давайте залинкуем сначала нашего персонажа, линкуем, и находим индийский конь, и находим, так, третью часть, так, есть, залинковался, ну, вот такая штука, вот он, наш персонаж, с нашим путем, выравниваем его, значит, по размеру, больше, чем наш, вот этот персонаж, но, опять же, размеры, стараемся выдержать, семерка на нампаде, так, отключим, пока небо, и, значит, этого персонажа, я с помощью моф, наверное, не буду так тянуть, а ну-ка, перекручиваю сюда, и, значит, R, устанавливаю, вот где-то здесь, но, смотрите, насколько у него короче путь, вот, если показать, сдалека, сейчас, как он выезжает, допустим, наш, вот этот персонаж, да, вот этот, то, опять же, видите, мне нужно его подгадать по дороге, перекрутить где-то, подставить, смотрим, чтобы его колеса были, значит, на земле, иначе это будет, ой, как неинтересно, опять же, смотрим, чтобы наша лошадь не провалилась сильно в песок, вот, видите, где у нас должен быть, вот как, так, и колеса вроде бы стоят, ну, сдалека это будет не видно, что там где-то он в воздухе висит, какие-то моменты можно, значит, спрятать, да, и весь вопрос в том, что, видите, он идёт у нас очень-очень медленно, вот так, это можно дело снять, а как это всё дело снять, так, сейчас пробуем, ставим на первый кадр, включаем, где у нас тут всё находится, вот, нужно ещё мне подгадываться по ориентировке, вот с этим, с управлением, да, так, где у нас коллекция, 1, и коллекция 2, да, так, Ctrl-Z, коллекция 2, и, значит, наш персонаж, передвигается к нашему, этому персонажу, но теперь я потерял этого персонажа, так, а ну-ка, так, тут вот поворот, как осёл наш идёт, так, вот он наш персонаж, так, семёрка на нампаде, вот опять же, видите, какие неудобства, что всё вот так вот, далековато, так, это значит G, подставляем, рядом с его дорогой, и мне нужен момент, где он, значит, с ним встретится, так, тут он уйдёт в эту сторону, но это будет нехорошо, они должны боком встретиться, да, или, так, давайте прогоним нашу анимацию, тын-дын-дын-дын-дын, оп, всё, он вперёд его успевает, и вот здесь, вот здесь они должны остановиться, так, ну, вроде бы по размеру они похожи, так, сейчас мы, значит, лошадь эту подгадаем, так, ноль на нампаде, пишем камеру, как бы её красиво записать, чтобы было удобно, так, это значит, а ну-ка, shift F, применим вот такой вот вариант, вот так мы его включим, пропишем английское, и персонаж едет, так, вот камера тут привязана, значит, к персонажу, с одной стороны, хорошо это, но с другой стороны, не создаётся, анимация движения, то чувство, когда он едет, да, давайте мы эту камеру сейчас отвяжем, это alt P, clear parent, так, что у нас тут, с покадровкой, смотрим, да, один кадр наложился, так, персонаж поехал, вот таким макаром, наверное, она будет лучше снимать, shift F, D, так, shift F, камера приподнимается, и прописка, и значит, хоп-хоп-хоп, он едет, 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 и он что-то так уменьшается, шиздец, да, а ну-ка, убираем его, убираем осла, и чуть-чуть давайте докрутим, создадим ему видимость вот этого движения, тен-тен-тен-тен-тен-тен, в принципе, получается, это вот один кадр должен быть, вот, нормально ли так снимать, чтобы они постоянно на крупных на дальних планах были но возможно и правильно да так а ну-ка вот он едет и давайте тогда раз у нас создалось движение что он раз потом поехал 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 и тогда попробуем какой финт так делаем теперь и прописка камеры тут делаем shift f и значит поменяем наш ракурс покажем крупным планом нашего вот этого нашу повозку и прописка вот по времени сколько вот тут на него нужно смотреть да так ну допустим не знаю должен ли он скрыться именно вот за кадром и остаться у нас пустой кадр да возможно как возможно так и должно быть все значит здесь он скрывается камера shift f где-то уходит в бок чтобы потом можно вот на этих частях делать обрезки и монтировать уже допустим так это сюжет 3 сохраняем файл с асс главный герой сцена 4 опять же хочу ваше внимание направить на то что вот сейчас я раз нажал повторно тройку но обшибся если бы нажал enter я бы перезаписал предыдущий файл внимательно следите за тем чтобы у вас вот это все дело значит не пропало иначе матушкин труд так это четвертый у нас будет так теперь возвращаемся на первый кадр и вот это все камеру дэвид удаляем нам нужно теперь записать их не встречу получается камера первая дэвид shift f выходим на тот уровень где это будет удобно показывать до вот как бы это дело обыграть ну давайте вот отсюда начнем пропишем камеру и и и нужно конечный кадр где они должны встретиться так принципе можно было бы и здесь сделать но получилось бы накладка накладка в чем что слишком был бы большой быстрый переход камеры и там уже не смонтировать было ну вот придется теперь двухсотого до шестисотого как раз вот на сколько у нас 400 кадров даем нам подойдет так теперь значит где они должны встретиться это вот конечный кадр да вот этот shift f и я хочу показать именно сбоку вот с этого вот так вот крупным планом так так некрасиво будет значит покажем вот так вот сена нам нафиг не надо и полностью дэм сделаем треугольник как я показывал уже значит в роликах по центру будет у нас так треугольник только будет вот так вот и и вот с этого момента уже можно будет начинать их не диалог здесь они должны остановиться у этого персонажа нужно будет переписать анимацию смотрим так это в каком он файле линкованный да так осел у нас значит с изменениями а наш персонаж он линкованный вот нужно найти тире этого линкова на персонажа и и тут будет уже все интереснее надо будет переделать этому персонажу добавить анимаций чтобы он смог с ним разговаривать и в принципе замените лошади анимацию и заменить ослу осел будет просто стоять этот будет просто сидеть так ну как бы так бы даем прописываем камеру а ну-ка камера и кто тут другой вопрос не находится ли они на весу но за счет того что дорога белая а вода песец на каком весу они находятся так значит сначала подгадаем нашу брычку и подгадаем выберем нашего персонажа нашего так сказать буцефала так наш путь и наш осель ты что ж такое осель и наш путь так и значит g опустим это тоже пониже так все вот проваливаться ноги реалистик чтобы был так значит так брычка кажется вообще маленькая и слишком брычка близко то да вот так вот это здесь уже брычка прям песок завалена ну-ка раз не то чтобы это было не интересно не хорошо да а ну как бы не совсем так теперь смоем что у нас получается встреча на эльбе тогда нам нужно будет как бы так бы да вот если сейчас будет монтаж у нас был пустой план и если был пустой план переход вот этот я сделать не смогу правильно значит значит тогда shift f и на первом кадре я сделал вот так вот так все теперь значит заходит наша брычка в кадр все вот она проезжает проезжает и здесь у нас встреча так лошадь не видно нужно это все дело подгадать да так значит конечный будет пятьсот восемьдесят четыре пятьсот восемьдесят четыре так shift f и камеру как бы лучше поставить а ну-ка давайте поэкспериментируем значит поэкспериментируем первый вариант вот такой вроде бы неплохой да можно вот так чуть-чуть взять а ну-ка пропишем и опять у нас получается слишком много пустого плана видите да это вообще нехорошо shift f так и здесь можно значит сделать такой момент да слежение когда ведется персонаж вперед прописываем и дальше вот он едет и видите камера его ведет опа на и здесь она встречается все здесь будет остановка сейчас где ведет камеру камера ведет в основном лошадь нам нужно чтобы камера ну в принципе тоже неплохо да вот персонажа она до конца проводит обрезает не нормально нормально все нормально так нужно еще shift f показать нашего персонажа почему потому что все таки он нам нужен хотя мы уже сделали анимацию где он значит идет так опять же видите что персонаж задран если его сейчас тут опущен и там опустится так но у нас уже есть кадр где он едет в принципе нафиг нам этот геморрой монтаж будет откуда у нас идти вот с этого момента да лошадь едет все показываем брычку меньше акцентрируемся на нашего персонажа его и так уже много было на горе стоял там еще что-то где-то ехал где-то с разворота покажем крестьянина хорошо бы еще крестьянину сделать анимацию вот этой коровы привязанной к этой брички больше значит деталей будет интересно опять же добавить там каких-то кактусов ну давайте попробуем добавить кактус так файл значит что у нас этот файл мы сохраним тоже файл сейп ас это будет сцена 5 так это все уже в принципе нормально да теперь нужно добавить сюда какие-нибудь кактусы добавить так вот это где у нас тут сразу в культуру включим небо можно заставить еще крутится небо вот тут эта штука семерка на нампаде которая вот называется небом да значит на первом кадре пусть будет так и так здесь уже прописываем а ну да локация ротация прописываем так и значит до последнего кадра добавляем маленькое кручение много не надо чисто заполнить дальний фон вот так вот ну в половину да да вот крутится небо идет но видите что слегка она движется в принципе на вот эту анимацию этого должно быть достаточно даже как бы многовато видите больше пустыня показано небо тут уже не видно так что она вот здесь уже видно что там проплывают облака все 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 и вот здесь видно тоже что облака плывут в принципе этого достаточно так что еще хотелось бы так возможно не нужно брать прям такие крупные планы я все на крупных планах почему делаю чтобы было проще потом делать картинку чтобы меньше было локаций меньше было допустим этих как их называют массовки потому что будут крупные планы и на крупных планах они где-то прошли где-то какая-то сбоку суета так будет мне лично проще я сэкономлю на персонажах сэкономлю на полигонах сэкономлю полностью на локациях прям неплохо сэкономится так ну у нас был и мелкий план и крупный вот он раз вроде бы все персонаж все ну вот это нормально мне нравится на дальних планах сильно тоже играть это все заканчивается здесь анимация и здесь потом вот с этого момента с этого момента нужно будет как бы попробовать сделать нормально да так а ну-ка где у нас тут осел так опа и пропишем конечные да так перезаписываем файл сейф проверяемся еще раз уточняем что точно мы это делаем и тогда сейф так чтобы еще такое можно было сделать значит для крупных планов это будет уже другой ролик потому что тут нужно еще подготовительные работы провести и и потом я вам уже покажу как это все дело будет обстоять но пока так такие значит планы так наверное потом будем добавлю уже когда если рендер другую делаться потом добавлю уже кактусы какие то там события где то чуть кустов добавить ну чтоб заполнить чуть чуть какую то картинку не везде а вот именно на моменте допустим где он подъезжает раз и вот здесь уже долгая проходит эта ситуация и здесь можно уже будет добавить так так ну на этом все пока так а ну-ка что-то мне кажется он как большой если он станет он как раз будет выше коня да так тогда давайте вот этого персонажа еще немножко увеличим чтоб он как раз был по жопе по жопу лошади да так ну как то так то а ну-ка раз ну все тут они встретились да так вот такая ситуация всем пока